2016 год. В Сербии националисты выступают с требованием реабилитировать Милана Недича, пронацистского диктатора, главу коллаборационистского правительства, периоду оккупации страны немцами во время Второй мировой войны. Потомки и последователи диктатора называют его человеком, который пожертвовал собой ради сербского народа. До этого, еще в 1992 году, Недич даже был включен в список 100 выдающихся сербов. Так тогда решила Сербская академия наук и искусств. Портрет диктатора даже какое-то время висел в здании правительства Сербии. В 2014 году суд отклонил ходатайство о его реабилитации. Через 4 года высокий суд Белгорода подтвердил это решение. Милан Недич был героем Балканских войн, самым молодым полковником сербской армии в годы Первой мировой. Но во Второй мировой войне он занял сторону захватчиков. Недич считал врагами всех. Сербских партизан-монархистов-четников, югославских партизан-броза Тита, друзей Гитлера-хорватских кусташей армии союзников антигитлеровской коалиции. Недич был уверен, только Гитлер поможет ему сохранить, как он говорил, ядро сербского народа. В итоге, после поражения нацистов, чтобы избежать справедливого суда, 4 февраля 1946 года Милан Недич выбросился из окна. Будущий диктатор появился на свет 2 сентября 1877 года в Белграде в уважаемой зажиточной семье. Его отец был главой округа и занимался политикой. Мать была преподавателем. Семья у них была интеллигентной. Мама занималась в основном его воспитанием, поскольку отец был занят политической деятельностью. Поэтому, когда пришла очередь ребенка отдавать в школу, его отдали мне в обычную, в среднюю школу, его отдали в гимназию. И достаточно успешно он закончил. Как и многие юноши из благородных семей, в то время Милан выбрал офицерскую карьеру и поступил в военную академию. Был одним из лучших студентов на курсе. У него, отмечают его биографы и исследователи, что у него было чувство военного дела, если можно так сказать. Он чувствовал тактику, стратегию. Поэтому это помогало ему не только в учебе, это помогало ему в дальнейшем продвигаться по службе. И эти качества отметила верхушка тогдашней Югославии. Впереди у молодого офицера были две балканские войны 1912-1913 годов, где он смог проявить свои способности на поле боя. Это было время, когда в Первой войне Балканский союз в составе Сербии, Черногории, Греции и Болгарии вытеснил Османскую империю с европейских территорий, практически до Стамбула. А во Второй была побеждена Болгария, которая вдруг захотела большую часть отвоеванных у турков земель оставить себе. И проиграла. Вторую войну на Балканах молодой успешный офицер закончил уже в звании подполковника. Кроме его выдающихся способностей, которые он проявлял на фронтах Первой Балканской войны и Второй Балканской войны, мы должны учитывать, что это был человек со связями. То есть о том, что он родился в непростой семье. Семья была достаточно состоятельная, семья имела социальный статус. И кроме того, что он проявлял себя на фронте и добивался побед, которые были выгодны стране, он также был еще и в хороших отношениях к своим начальствам. То есть все вот эти факторы и способствовали тому, что его заметили. Буквально через несколько лет, уже во время Первой мировой войны, 38-летний Мила Недич получает очередное воинское звание и становится самым молодым полковником в истории вооруженных сил страны. И вполне заслуженно. Это был как раз тот редкий случай, как считают историки, когда связи и протекция помогали продвинуться по службе по настоящему способному командиру. В молодом возрасте полковником он руководил отдельными военными соединениями, добивался успеха. Но мы всегда должны помнить, что в то время, когда еще существовала монархия, и она была ключевой, связи также решали очень многое. Понятно, что медаль за храбрость он получил не только за свои связи с высшим руководством страны, но и вот это все в комплексе говорит о том, что это был очень непростой человек. Первую мировую Недич закончил командой пехотной бригады. А в 1923 году он заслуженно получил звание генерала и уже командовал дивизией. Казалось, карьера сложилась как нельзя лучше. Но молодой, честолюбивый генерал и не думал останавливаться. Через 11 лет он возглавил генеральный штаб и даже на короткое время перед Второй мировой стал министром армии флота Королевства Югославия. Да, это так. Война способствовала тому, что он стал одним из военачальников, которые принимали решение, как в Югославии воевать и какие территории она должна защищать и возвращать себе. И потом, уже перед Второй мировой войной, его отправили с корпусом на территорию Македонии. И было очень интересно, что и он там должен был защищать границы страны. Но, к сожалению, он решил, что сотрудничество с Гитлером ему будет выгоднее и успешнее, чем сотрудничество с Югославией. Важно понимать, что к тому времени генерал, служа королю Александру I Карагеоргиевичу, который пытался добиться ассимиляции и стирания межнациональных различий в стране, был уже далеко не монархических убеждений. Он стал националистом. Был убежден, Сербию обделили землями после окончания Первой мировой. И это нужно исправить. По мнению Недича, так называемая Великая Сербия должна была включать территорию всей Боснии и Герцеговины, потому что население там считалось сербским по этническому происхождению. И также территорию вот этого государства, которое Недич себе представлял, должно было входить Далмация. То есть это большой регион возле Андреатического моря. И должна была входить Хорватия. Обоснованно считается, что уже перед войной Недич имел контакты с Гитлером, считая, что тот со своим новым порядком поможет вернуть Сербии земли, которые Недич считал исконно сербскими. Возможно, как раз такие контакты с Гитлером и стали причиной снятия Недича с должности министра в 1940 году. Вот тут момент с Гитлером достаточно неясный, как и некоторые факты в биографии Недича. По одним источникам мы можем увидеть, что он якобы встречался с Гитлером перед началом активных действий в Европе. По другим, я бы сказала, более правдивым источникам, он очень тепло высказывался о Гитлере. Он поддерживал его политику. И в своих выступлениях в 1939-1940 году он говорил, что пример того, как надо строить государство, как надо проводить внутреннюю и внешнюю политику, необходимо брать именно с Адольфа и Гитлера. При этом Недич одновременно пытался заигрывать и со Сталиным. За 8 месяцев до нападения на СССР он передал информацию для советского посла, в которой предупреждал, что Гитлер готовит нападение на СССР. А сам публично заявил, что «скорее станет рядовым солдатом у Сталина, чем генералом у Гитлера». Когда немцы вторглись в Югославию, Недич командовал 3-й армейской группой в Македонии, где воевал с 12-й армией вермахта, понемногу отступая вглубь Сербии. Под ударами нацистов и их союзников Югославия была расчленена. В стране началась национально-освободительная борьба с оккупантами на два фронта. Первым стали так называемые «монархисты-четники» во главе с Драганом Михайловичем. А вторым – партизаны-коммунисты Броза Тито. Хотя политически они были непримиримыми врагами, но время от времени объединялись против общего врага – нацистов. А вот национальный герой двухбалканских и Первый мировой войн, генерал Милан Недич, внезапно решил, что именно он сможет сохранить ядро сербского народа. Почему-то был уверен, что поможет ему в этом Гитлер. Поначалу оккупанты создали в Сербии подобие власти – гражданский комиссариат. Но вскоре его распустили, так как даже комиссары-коллаборационисты были против грабительской политики Германии. Поэтому Гитлер решил, что необходимо создать какое-то не марионеточное государство, а такое правительство, которое будет ему полностью подчиняться и полностью контролировать. И это правительство должно было полностью реализовывать все идеи Третьего рейха на оккупированных европейских территориях. 28 августа 1941 года Милан Недич, который к тому времени был под домашним арестом, принял предложение немцев возглавить так называемое правительство национального спасения. Своё решение он обосновывал тем, что в планах у немцев было расчленение Сербии на зоны оккупации – Венгрии, Болгарии, Италии и Хорватии. А он видел себя спасителем нации. О своём решении Недич объявил по радио 1 сентября. Недич однозначно был выгоден немецкому правительству и Гитлеру. Есть сведения, что он с Гитлером встречался и достаточно тепло. С ним уже встреча прошла именно тепло, не только так, как он о нём отзывался. Сама встреча прошла достаточно комфортно для Недича. Доверие фюрера нужно было отрабатывать. Укреплять ядро сербского народа Недич начал с создания сербского добровольческого корпуса СС, который поначалу назвали «Сербская добровольческая команда». Её главной задачей стала борьба с четниками Михайловича и партизанами Тито. Одновременно началась охота на евреев. Примечательно, что в вопросах преступного окончательного решения еврейского вопроса диктатор Недич в то время смог превзойти самые смелые ожидания своего германского патрона. Я читала документы, в которых написано, что в 1942 год Белград был первым городом в Европе, где вообще не осталось ни одного еврея. Буквально через несколько месяцев уже ни одного еврея не осталось на территории Сербии. То есть вот эта политика Голокоста, она активно Недичем и поддерживалась, и реализовывалась. За это время спастись смогли только несколько сотен евреев, которые влились в ряды партизан Броза Тито. Но репрессии касались не только евреев. В правилах нового порядка было установлено. В случае убийства одного немецкого солдата казнили 100 мирных сербов. Вот это было не его решение, например, что необходимо расстрелять 100 сербов за одного погибшего немецкого солдата. Да, это было давление немецкой администрации, которая все равно продолжала следить за правительством национального спасения. И под немецким давлением Недич выдал постановление, что за одного погибшего немецкого солдата будет расстреляно 100 сербов. Сомнительным достижением первого года правления диктатора стало то, что немцы в случае гибели их солдата разрешили расстреливать не 100, а только 50 сербов. Кроме расстрела гражданских, кроме Голокоста, были концентрационные лагеря. Под репрессии попали достаточно много гражданских. Это политические деятели, которые не признавали Недича как главу государства. Это были военные, с которыми он служил. И это были четники, которые... Это сербы, беженцы, которые бежали на территорию Сербии с территории независимого государства Хорватии. Это были и хорваты, это были и сербы, это были и босняки, это были и ромы, это были и евреи. Идеей фикс для диктатора Недича стало образование. Во всей стране открывались новые школы с новыми, разумеется, порядками. Ну, образование для Недича было такой идеей фикс. То есть он к образованию относился очень тонко. Считал, что сербы должны получать хорошее образование. Поэтому целая сеть школ была открыта. Туда набирали только лояльных Недичу учителей. И там учили молодое поколение в духе немецкого Гитлер-югенда. Воспитывали антисемитизм, воспитывали антикоммунизм, преподавали расовую теорию. И показывали, что сербы – это великий народ, который должен господствовать над другими балканскими народами. В 1943 году оккупанты разрешили открыть в Белграде университет. Но, как оказалось, на 322 преподавателя нашлось только 414 студентов, желающих учиться в пронацистском вузе. А еще диктатор очень много внимания уделял агитации. Его пропагандисты даже выпускали специальные антикоммунистические и антисемитские мультфильмы, которые показывали в кинотеатрах. «Србский народ не является ни коммунистом, ни болшевик, ни кто хочет что-то быть. А когда так, тогда рак им имя до исчезновения. Или мы, или вы. Србский народ, который был векове на браниху своих национальных традиций, не будет никогда позволить быть преварен как русский народ пред 25 лет. Србский народ не всегда служит силевым еврейства, коминтерной и слутократии. Србский народ хочет насрабить». В начале апреля 1944 года союзники провели очень серьезную бомбардировку Белграда. И уже до этого момента было понятно, что немцы проигрывают свои позиции в оккупированной Югославии, потому что активизировалось движение партизанское Юси Патита. И с помощью Красной Армии началось активное освобождение Балканского полуострова. Да, это был конец. Диктатору уже не помогали пропагандистские мультики. 4 октября 1944 года правительство национального спасения было распущено. А сам диктатор сбежал в Австрию, где вскоре попал в руки британцев и был передан правительству Югославии, где должен был предстать перед судом. Диктаторы, как Милан Недич, всегда обрастают тайнами. Последние недели, даже месяцы его жизни достаточно такие фрагментарные по информации. Чтобы не попасть под суд коммунистов, он в больнице выбросился и покончил жизнь самоубийством. Другие говорят, что это было политическое убийство, его, скорее всего, вытолкнули. То есть, правду мы не узнаем, но, тем не менее, в 1946 году Недич, он закончил жизнь по официальной версии, в самом убийстве. Сербский диктатор прожил на 10 месяцев и 4 дня дольше Гитлера. Но закончил жизнь так же позорно, как и бесноватый фюрер. Милан Недич навсегда вошел в историю послевоенной Европы как предатель собственного народа. Редактор субтитров А.Семкин